Всем большой привет! Сегодня я поделюсь с вами самым, что ни на есть, простым и быстрым рецептом манника. Рецепт проверенный, пирог получается очень вкусный и нежный, к тому же готовится он из доступных ингредиентов. Для приготовления манника нам понадобится 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, стакан манной крупы, стакан муки, 0,5 чайной ложки соды, можете заменить разрыхлителем, ванилин на кончике ножа или 1 чайная ложка ванильного сахара, а также сливочное масло для смазывания формы. Вначале пересыпаем манку в глубокую миску и заливаем ее кефиром. Чтобы крупа набухла, перемешиваем до однородности и оставляем так на 20-30 минут при комнатной температуре. Если это время не выдержать, манка в пироге будет хрустеть на зубах. Отставляем в сторону и пусть набухает. Тем временем мы с вами добавим в яйца сахар и все это тоже будем чатико взбивать. Потом добавляем пол чайной ложки туда соды. Гасить ее не нужно. И ванилин. С ванилином не переборщите, иначе ваш манник будет горчить. Еще раз все перемешаем. Все, теперь осталось подождать, пока наша манка набухнет, и потом мы с вами вернемся. После того, как манка разбухла, выливаем в нее нашу яичную смесь и перемешиваем. Далее потихоньку добавляем муку и замешиваем тесто, чтобы не было комочков. Пропорции изменять не стоит, рецепт проверенный, а вот сухофрукты, изюмы и орехи вы добавить вполне можете. Готово. Дальше форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Я это уже сделала. И, собственно, выливаем наше тесто. Дальше форму для выпечки смазываем. Разравниваем ложкой, где не ровно. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Спустя 30 минут наш пирог готов. Вообще, пирог манник хорошо поднимается и внутри становится воздушным. Время его приготовления зависит от размера вашей формы. У меня пирог обычно пропекается за полчаса. Готовность можно проверять зубочисткой. Остывший пирог изникаем из формы и разрезаем на порционные кусочки. Пирог изникаем из формы и разрезаем на порционные кусочки. Пирог получается очень нежный, мягкий, воздушный. Поэтому всем рекомендую приготовить манник по этому рецепту. Как вы уже убедились, пирог готовится элементарно. Ну что, давайте пробовать. Я вам скажу, очень вкусно. С чаем или с кофем вообще фантастика. Манник сам по себе очень вкусный, но при желании его можно дополнительно пропитать сиропом и промазать любимым кремом. Получится такой домашний тортик, ведь по вкусу и консистенции он напоминает бисквит. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем приятного чаепития. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok